Как стало известно после смерти Грачевского, еще в прошлом году он написал завещание, боясь фокусов прежней жены, которой уже ставил большой загородный дом. Согласно его воле, все что он имел, включая загородный дом и квартиру, Борис Юрьевич оставил своей последней супруге Екатерине Белоцерковской и родившемуся недавно сыну. Остальным троим своим детям, как говорил режиссер, он уже ранее дал что мог. Борис был не так богат, как кажется, говорит Алена Кравец. Все свободные деньги он вкладывал в свое главное детище, Яралаш. Что же касается имущества, то незадолго до смерти, как я слышала, Грачевский заложил свой дом, чтобы помочь с долгами старшему сыну. Якобы тот взял в банке кредит и прогорел, остался должен почти миллиард рублей. Поэтому, наверное, хорошо, что по завещанию его сын Максим Борисович, Грачевский бизнесмен, генеральный директор ООО «Трудовые резервы». Ничего не получает, иначе квартира бы и дом Бориса могли бы уйти за долги, полагает Алена. Алена Кравец намекнула, что скоро могут появиться и другие наследники. Я несколько раз общалась с Борисом Грачевским, и он то ли в шутку, то ли всерьез говорил мне, что уже несколько раз мог бы получить орден родительская слава, который дается за рождение четвертого ребенка, пояснила Алена. Своих внебрачных детей он скрывал. Но, думаю, сейчас они активизируются и будут бороться за наследство.